Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюс в студии Валерия Муратова. Итак, сегодня в выпуске. Проблемы педагогики школьного образования остро стоят практически в каждой стране. КФУ является одним из немногих российских университетов, которые имеют все уровни педагогического образования. Поэтому не случайно, что зам директора по международной деятельности Института психологии и образования КФУ Розы Валеева представит доклад о российской системе образования в Европарламенте. Все подробности далее. Профессор Института психологии и образования Казанского университета Розы Валеева станет единственным представителем России и выступит спикером на семинаре «Модернизация педагогического образования в Центральной и Восточной Европе», который состоится 2 апреля в здании Европейского парламента в Брюсселе. «Пригласили меня прежде всего потому, что в 2017 году тоже в журнале, который выпускает эта ассоциация, Европейская ассоциация исследований в области образования, «European Journal for Teacher Education», в этом журнале была опубликована статья, в которой я рассказала с одной стороны исторические аспекты предобразования в нашей стране, а еще о том, как в Казанском федеральном университете реализуются самые новые идеи в подготовке учителя, которые вот с 2014 года имеют место быть в нашей стране». Роза Валеева представит российскую модель системы образования, а также расскажет об особенностях подготовки учителей в КФУ. «Родилась как раз идея о том, чтобы создать, выпустить новую книгу, посвященную постановке педагогического образования в Центральной и Восточной Европе. Первоначально у нас начались вот такие переговоры о том, что собой может представлять эта книга, какие должны быть там разделы, о чем мы будем писать. Как раз в Европейской ассоциации педагогического образования эта идея очень понравилась. Нам предложили действительно опубликовать это исследование по завершении работы в очень известном британском издате «Сверутлэдж». Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюс. В составе шести человек КФУ посетила делегация Хэнаньского университета традиционной китайской медицины. Гости посетили музей истории и медицинский кластер Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета. Об их встрече с руководством КФУ наш следующий сюжет. 18 марта в Казанский федеральный университет прибыла делегация Хэнаньского университета традиционной китайской медицины. Встреча с руководством вуза состоялась в главном здании Казанского университета. В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества в области обмена студентов и преподавателей. Основная цель визита делегации из Китая – дать старт проекту по созданию центра китайской медицины в Казани. Мы сотрудничаем по проектам. То есть, если есть один проект, в этот проект уже входят профессора, специалисты, и вот этот проект осуществляется. Сам университет занимается совместной подготовкой кадров, исследованиями, оказанием медицинских услуг, разработкой новых видов медицинской продукции и другой деятельностью, сотрудничая с более чем пятью-десятью партнерскими организациями по всему миру. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Казанский федеральный университет провел семинар, посвященный памяти Жареса Алферова. Представленные доклады в рамках мероприятия раскрыли результаты исследований выдающегося российского физика. 15 марта в Казанском федеральном университете состоялся семинар, посвященный памяти Жареса Алферова, который был запланирован еще до того, как стала известна трагическая новость о кончине ученого. Поэтому руководством вуза было принято решение посвятить его Жаресу Алферову. Его изобретения еще при жизни привнесли особый вклад не только в отечественную науку, но и стали известны во всем мире и даже в космосе. Так, например, имя лауреата Нобелевской премии Академии Российской Академии Наук и почетного члена международных научных сообществ носит астероид Алферов. При жизни Жарес Алферов неоднократно посещал Казанский федеральный университет, проводя встречи со студентами и научными работниками КФУ. В ходе бесед он неоднократно прогнозировал, что к середине нашего столетия использование солнечных батарей станет, если не основным, то весьма распространенным способом получения электроэнергии. Казанский федеральный университет выражает соболезнования родным и близким Жареса Алферова. Асус Атарова, Виолетта Басова, Универньюз. Как правильно отдохнуть от занятий и не потратить выходные зря? Конечно же, поехать на поезд здоровья. Что там будет вас ожидать, мы расскажем прямо сейчас. Казанский федеральный университет продолжает дарить студентам веселые выходные. 16 марта на спортивно-оздоровительный выезд поезд здоровья отправились ребята с Института социально-философских наук и массовых коммуникаций и Химического института имени Бутлерова. Я почти все мероприятия посещаю, потому что каждый раз, когда я приезжаю, ходят мероприятия от универа, это всегда что-то грандиозное, захватывающее. Никогда не было такого, чтобы я пожалела. И поэтому я знала, что будет что-то, что мне очень понравится, так и произошло. Выезд производится в город Зеленодольск в спортивный комплекс «Маяк». Студентов на поезде здоровья традиционно ожидает катание на лыжах, тюбингах и снегоходах, а также различные игры, такие как, например, перетягивание каната. Такое мероприятие является отличным отдыхом от занятий, позволяет отвлечься и отлично провести время. Самым запоминающимся для студентов является катание на снегоходе. Это очень весело, очень холодно, когда ветер в лицо, у тебя какой-то адреналин в крови, и я серьезно могла перестать улыбаться. Это было классно, на самом деле, мне больше нечего сказать. Буря эмоций, приятное общение и усталость. Во второй половине дня студенты отправляются обратно в Казань. Артем Тупичкин, Ленар Довлетяров, Универньюз. А следующий сюжет о девушке, которая точно знает, как к своему порству можно добиться заветных целей. С начала этого учебного года Маргарита Кашапова стала занимать должность секретаря в студенческом совете Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ. Студентка второго курса Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета Маргарита Кашапова – тому яркий пример. Казанина переехала два года назад с Ямала-Ненецкого автономного округа, города Губкинский, которым она провела свое детство и окончила школу. Стоит отметить, что общественной деятельностью Маргарита начала заниматься еще в школе. Она принимала участие во всевозможных конкурсах, в большинстве из которых выступала в качестве организатора. Поступив на первый курс в Казанский федеральный университет, она открыла для себя новые возможности в качестве волонтера, в департаменте пиара и рекламы Казанского федерального университета, где в настоящее время является внештатным работником. Маргарита проявила себя за все это время ответственным, целеустремленным, очень коммуникабельным человеком. Она вначале была обычным волонтером, а сейчас она уже является куратором волонтеров, то есть она сама организовывает всех ребят вместе и раздает задания, контролирует за их исполнением. Маргарита довольно серьезная девушка, ведь помимо работы в департаменте, на ней лежит большая ответственность за весь институт, поскольку с начала этого учебного года она стала занимать должность секретаря в студенческом совете Института социально-философских наук. Я являюсь секретарем в студенческом совете Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Стала я секретарем довольно-таки просто. Я написала нашему председателю и спросила, есть ли какие-нибудь свободные должности, и мне сказали, что есть должность секретаря. Я такая, записывай меня, потому что мне это нужно. И я решила влиться в актив студенческого совета. В принципе, меня приняли с теплотой, прям вот как родную. И мне безумно здесь нравится, потому что появилось огромное количество мероприятий, где я принимаю участие, которые я организовываю, я делаю абсолютно все, что хотела делать до этого. В основные обязанности Маргариты входят организация и проведение собраний студенческого совета, составление повесток и протоколов собраний, а также взаимодействие со всеми комитетами студенческого совета. Также Маргарита занимается не только работой, связанной с бумагами, но и организацией различных мероприятий, участием в конкурсах, таких как студент года Казанского федерального университета, лучшая профсоюзная команда, студент года Республики Татарстан и многих других. Своим энтузиазмом и упорством Маргарита практически сразу завоевала уважение и авторитет у своих коллег, что является немаловажным в работе с коллективом. Маргарита у нас очень ответственная девушка, всегда очень тщательно выполняет свою работу. Я уже не могу представить ни одно собрание нашей без Риты, и сейчас, наверное, она растет, идет по верному пути, по пути общественника, и тем не менее она успевает все везде, и в учебе, и в своей деятельности. Желаем Маргарите дальнейших успехов в ее работе. Лолита Юрчик, Универ ТВ. Это были все новости на сегодня. Следите за нами в социальных сетях. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok